Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы разберем торговую стратегию, которая называется Alligator и Fractal. Как всегда, более подробно ознакомиться с данной стратегией вы можете на сайте strategy4u, а также скачать там можно шаблон для терминала MT4 к данной стратегии. Итак, временной интервал 1 час. Рекомендуемые валютные пары это евро-доллар. Можно также применять на фунт-доллар и евро-иене. И, как понятно из названия, нам потребуется установить на график два следующих индикатора. Это индикатор Alligator с настройками по умолчанию, то есть в настройках ничего менять не надо, и индикатор Fractals. Как видите, эти у нас индикаторы уже установлены. И давайте сразу разберем условия для входа в рынок. Начнем с примера на продажу. В принципе, эта стратегия у нас пробойная, поэтому здесь в одной и той же зоне могут быть выполнены условия, как на покупку, так и на продажу. То есть не именно на вход, а на ожидание получения сигнала на вход, на пробой определенного уровня. Итак, что нас будет интересовать по индикатору Alligator? Как видите, он имеет зоны, в которых показывает явное движение, то есть имеется тренд. Вот обратите внимание, где линии расходятся. Это у нас нисходящее движение. Тут также Alligator показывает на нисходящее движение. Здесь уже восходящее движение, то есть это когда линии его расходятся и направляются уже конкретно в какую-то сторону. Нас эти зоны интересовать не будут в этот период, когда индикатор Alligator находится в таком положении. Мы не будем искать вообще никаких точек на вход. Нас будут интересовать периоды, когда его линии начнут пересекаться и также с ним начнет пересекаться и цена. Вот обратите внимание, здесь как бы внутри цены начали переплетаться линии данного индикатора. Именно эта зона нас и будет интересовать. Это зона консолидации. Мы будем пробовать войти в рынок в сторону выхода из этой консолидации. В этом нам уже поможет как раз индикатор Fractals. То есть на пробое фракталов мы будем входить в рынок в сторону пробоя. Допустим, вот у нас имеется некий фрактал. По его максимуму, то есть не по максимуму свечи, а по максимальному значению вот этого индикатора, по максимуму этого треугольничка, мы проводим горизонтальную линию. И как только цена коснется этой линии, мы будем входить в рынок. То же самое касается и условий для продажи. Вот у нас образовался фрактал. По минимуму этого треугольничка мы проведем горизонтальную линию. И как только цена коснется этой линии, мы будем входить в рынок. В данном случае уже на продажу. Можно, конечно, использовать и пробойные отложенные ордера, то есть Sell Stop или Buy Stop. Но тут надо хорошо понимать, что как только сработает один из ордеров, противоположный, если он будет имеется на тот момент, обязательно нужно будет сразу же удалять. Итак, с этим мы разобрались. Но, как видите, если бы мы устанавливали вот здесь наш ордер, цена к нему не подошла. Затем у нас появился еще один фрактал внутри данной консолидации. Вот он. Опять цена подошла к нему только в этой точке. Здесь, как видите, после этого цена пошла в обратном направлении. То есть мы могли поднести убытки. Есть один фильтр. Мы будем учитывать только те фракталы, свечи которых не будут иметь точек соприкосновения с индикатором Alligator. То есть, вот обратите внимание, данный фрактал и его свеча не имеют точек соприкосновения ни с одной из линий индикатора Alligator. Следовательно, его мы учитывать можем. То есть устанавливаем здесь ордер Buy Stop, либо просто рисуем горизонтальную линию и при ее касании входим по рыночной цене. Далее следим, что делает цена. Она опускается ниже индикатора Alligator. Появляется еще один фрактал. Теперь уже вниз. Но эта свеча имеет касание с красной линией индикатора Alligator. То есть тогда ее мы просто не учитываем. Таким образом, условий на вход на продажу у нас на данный момент нет. Потом цена идет выше и образуется новый фрактал. Эта свеча, в принципе, если приглядеться, у нас касания с индикатором Alligator не имеет. Там есть небольшой зазор. То есть данную горизонтальную линию мы уже могли опустить ниже на верхушку вот этого нового фрактала. И ожидать уже подхода именно к этому значению. Далее у нас фрактала вниз не появлялась. И не активируя наш ордер, то есть цена не подходила к максимуму этого треугольничка, у нас образовался еще один треугольничек. Но, как видите, свеча этого фрактала касается с линиями индикатора Alligator. В этом случае мы этот фрактал не учитываем. Но так как после интересующего нас фрактала появился некачественный, ненужный нам фрактал, мы уже предыдущий ордер, если бы поставили здесь, например, ордер на пробой, на покупку, удаляем и уже не учитываем. И для входа в рынок нам потребуется, чтобы образовался новый интересующий нас фрактал, который не будет иметь точек соприкосновения с линиями индикатора Alligator. И, как видите, у нас далее цена пошла вниз. Линии индикатора Alligator все еще пересекаются и находятся в периоде консолидации. Образуется у нас очередной фрактал, уже направленный вниз. Соприкосновения с индикатором Alligator у нас нет. Значит, этот фрактал мы должны учитывать. Далее цена идет вверх, образуется еще один фрактал, но он нас не интересует, так как здесь есть точка соприкосновения с индикатором Alligator. И у нас получается всего лишь один ордер на продажу. И, как видите, далее цена выходит из консолидации именно в эту сторону. Активирует наш ордер, либо здесь при касании этой линии мы входили в рынок на продажу. Стоп-лосс устанавливаем выше последнего фрактала, что в данном случае составляет порядка 22-23 пунктов. И далее цена пошла уже в нужном для нас направлении. Мы устанавливаем данную сделку на трейлинг стоп в размере около 20 пунктов. И фиксированный Take Profit в размере 55 пунктов. Как видите, далее цена пошла в нужном направлении и прошла как раз порядка 55 пунктов. Также еще один момент забыл сказать. Может случиться такая ситуация, что фрактал, направленный вниз, в период консолидации, будет сформирован выше индикатора Alligator. Этот фрактал в любом случае, даже если он не будет иметь касания с индикатором, не должен интересовать. То есть, если фрактал вниз для продажи, он должен находиться у нас ниже этого индикатора. Если для покупки, должен находиться у нас выше этого индикатора. Вот, в принципе, все условия к данной стратегии. Давайте разберем еще один пример. Здесь я специально не нанес никаких обозначений, чтобы мы на глаз попробовали привыкнуть к данной ситуации. Итак, вот, обращаем внимание, у нас начинается период консолидации, линии пересекаются. Вот, первый фрактал, он имеет касание, то есть, он нас не интересует. Еще один фрактал, касание здесь нету к индикатору Alligator. То есть, вот по этой цене мы могли установить пробойный ордер Sell Stop. Смотрим далее. Ну, здесь всего порядка 2,5 пунктов, 2 пунктов. Как раз, вот, я чуть не забыл сказать один очень важный момент. Мы понимаем, что фракталы появляются на разных масштабах, то есть, при увеличении и при уменьшении графика на разных расстояниях. Мы должны при торговле использовать только один вид графика, для того, чтобы всегда у нас был более точный вход. Итак, давайте уменьшим, вот, раз и два. Как видите, если мы уменьшим до той стадии, когда не будут видны наши свечи уже, нажимаем один раз на увеличить. И вот появились свечи. Именно этот режим нам и следует использовать при торговле по данной стратегии. Вот мы были в этой зоне. Обратите внимание, если теперь мы установим по данному треугольнику, по фракталу, наш пробойный ордер, цена к нему никак не подходила. То есть, здесь даже сомнения о том, что могло быть касания, у нас не было бы. Смотрим далее. Я просто до этого увеличивал, чтобы было более наглядно видно. Теперь давайте посмотрим как раз именно на рабочем варианте данного графика. Смотрим далее. Происходит движение некое вверх. Образуется фрактал вверх, но он нас не устраивает. Как видите, здесь не то, что касание, а вообще сама свеча находится внутри индикатора аллигатор. Вот еще одна свеча образуется с фракталом, но она также имеет точки соприкосновения с индикатором аллигатора. И в любом случае цена ниже не уходила. Вот еще один фрактал. Как видите, он нас также не мог интересовать из-за того, что свеча пересекалась с аллигатором. И вот, наконец, образуется еще один фрактал, который не имеет точек соприкосновения, а именно его свеча с индикатором аллигатор. То есть по пику этого треугольничка, по пику фрактала мы устанавливаем ордер buy stop, либо просто проводим горизонтальную линию и на ее касании будем входить в рынок на покупку. Stop loss мы должны были установить, конечно же, под предыдущий минимум. То есть в данном случае это вот этот минимум. Но обращаем внимание, что потом у нас появился еще один фрактал. Мы, конечно, могли поставить перед ним, но если обратите внимание, этот фрактал у нас образовался только после закрытия пятой свечи фрактальной комбинации. Вот раз, два, три, сама фрактальная свеча, четыре и пять. То есть только после закрытия вот этой свечи мы уже давным-давно в рынке и никак не могли знать, что здесь будет фрактал и установить наш stop loss. То есть stop loss так и остается вот на этом расстоянии. Как видите, вот эта свеча активирует наш ордер, проходит порядка здесь 17 пунктов, трейлинг-стоп еще не работал, поэтому после того, как цена спустилась опять к уровню открытия, нас в ноль не выбивало. Затем цена пошла вверх, прошла порядка 28 пунктов. Здесь уже сработал наш трейлинг-стоп в размере 20 пунктов. И когда цена откатила еще на 20 пунктов вниз, мы заработали здесь около 8 пунктов. Конечно, не так много, но я специально выбрал такой пример, чтобы было хорошо видно даже в ситуации, когда есть небольшая неразбериха. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать по данной стратегии. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok